Привет всем! Продолжаем проходить Soulbringer. Так, чем бы нам сегодня заняться? Ну, я думаю, надо всё-таки посылочку попробовать отнести. А вернусь я, наверное, через пещеры. Вот так поступим. Ну, это я, конечно, всё так планирую, а как там будет, ещё неизвестно. Так, вот она наша посылочка. И, наверное, что-нибудь я ещё оставлю тут. Так, это что за плащи? Ага, один плащ разбойника. Который надо вообще, говоря, выкинуть. Вот этот вот, да. Пусть он тогда тут валяется. Он, кстати, 15 весил, довольно много. Так. Что ещё? Что ещё? Книга магии, по-моему. Да, 6. Ну, ладно, это я уже не буду выбрасывать. Вот яблоки можно, кстати. Ага, стоп. Не так неправильно я делаю. Так, так. Так. Десяточек с собой возьмём. Остальные выкинем. Они, получается, все по единичке. Ну, и набирается немного по весу. Так. Вроде бы всё. Кстати, сколько окорок есть? Мне интересно. Четыре, по идее. Ну. Вот как-то так. Должно хватить. Двести двадцать четыре и... Сколько там? Триста шестьдесят восемь. Лимит. Должно хватить. Так. Ну и... Выходим. Да, жаль, конечно, нет у меня сейчас заклинания по поиску душ. Я бы сейчас сразу бы нашёл. Если кто-то остался тут ещё из разбойников. Вот. Потому что чуть позже... Ммм... Тут будут крестьяне. Ну и они будут несколько мешаться в поиске. Соответственно. Ну ладно. Это всё потом. А пока идём относить посылку. Так. У меня пузырёк, кстати, есть один? На всякий случай. Да, есть. Это хорошо. Сколько он восстанавливает? Вот. Так. Куда их? Ага, вот он. Отличный способ. Так. Поставить и выпить. А, антимагии. Ммм. Да, да. Кстати говоря. Забыл я про это рассказать. Да и сам забыл немного. Дело в том, что есть вот такие вот бутыльки. Которые только делают хуже. Например, есть там не хилки, а отравляющие. Есть там вино даже, по-моему, какое-то не особо так свежее. Что вообще странно для вина. Ну, в общем, с ядом будем так считать. Ну и вот зелье антимагии тоже есть. Неприятная штука. Хорошо, хоть я его не додумался до этого выпить. Ну ладно. Там травка гекса, по-моему, есть. Если что, ей установим. Так. Собственно говоря, вот и ферма. Сейчас сперва мы соберем тут кое-что по окраине. Ну, в частности, грибочки, например. С повозок соберем. А уж потом пойдем отдавать коробку. Ферма окружена полями. Что вполне естественно. Но тут никого нет. Все крестьяне угнаны в рабство. Так. Повозка. Вот она, повозка, да. Лопата там лежит. Ну и в самой повозке тоже, по-моему, что-то было. Или это не в этой. Не помню. Ага, есть что-то в повозке. Так, лопату возьмем. Ну, логично, да, что она, по идее, должна быть поврежденная. Средняя. Ну, значит, кто-то все-таки копал недавно. Потому что под снегом, я думаю, металл бы быстро заржавел. Довольно-таки. Так, а что мы нашли? Камень. И, да, слиток. Хорошо. Так, вот, кстати, камень. Я тут просто думал. Есть у меня одна идейка, как можно эти абсолютно бесполезные камни делать хоть немного полезными. Но это потом. Это все будет потом. Довольно много потом, но тем не менее. Ничего не поделаешь, когда, в общем, прохождение очень сильно не слепое. Приходится как-то выбирать. Выбирать. Чтоб совсем уж все не рассказывать, сразу наперед. Вот. Так. Грибочки пока собираем. И где-то тут должен быть вход в пещеру. Эта пещера связана с той, что возле дома Андруса. Так. Ну, на поля самое главное зайти. Пособирать растения. Тут, скорее всего, растут в основном вот эти вот хлебные цветки. Ну, они тоже пригодятся. В частности, вот грибочки. Пособираем. Что-то стихло все совсем. Прекратилась метель. Нет, снова. Снова начинает задувать. А тут вроде тихо. Странные места. Так. Тут я вроде все собрал. Но тут так-то ничего и не было. Ага, вот, кстати говоря, еще одна полоска. Вот эта вот пустая, да. Это мы даже не можем осмотреть. Это сарайчик такой тут пристроен. Сарайчик, к сожалению, не зайти. Ну, еще гриб пропустил. Довольно обширная территория, надо сказать. Это ферма. Но фактически пустая. Кроме вот полей тут ничего нет. Ну, естественно, самой фермы в центре. Так, еще одна полоска. Такая же бесполезная, как и предыдущая. Ну и вроде как все. Да, по идее все. Хорошо. Можно идти к дому. В принципе. Так, не заблудиться бы сейчас. Дело в том, что тут еще обзор такой, как можно заметить. Не очень-то. Да, вышли мы там, где надо. Хорошо. Так. Ну и пошли. Отойди от двери, незнакомец. Если ты не хочешь получить арбалетный болт в живот. Вот так. Спокойно и медленно. А теперь отвечай. Кто послал тебя? Меня послал Уилл Фаршер. Он просил передать вам эту посылку. Посылка, говоришь? Тогда входи. Причем первым. Я зайду после того, как удостоверюсь, что все спокойно. Слышать. Возьмите. Теперь подробно расскажи, зачем ты здесь. Так, ну... Показать посылку? Давайте вначале все-таки с ним поговорим. Вот что я тебе скажу. Верь Чанту. Если кто и знает, что на самом деле происходит, так это он. Так, в Храм Теней. Ах, да. Говорят, что это место находится на западе. У меня даже есть книга оттуда. И пока ты еще не спросил, сразу отвечу нет. Вот. Я не собираюсь тебе ничего показывать. Ну, это и не нужно. Раали чудовищные демоны, вызванные злыми людьми для исполнения их черных замыслов. Так, гильдия. Я ничего не знаю о них. Да ладно. Я коллекционирую предметы старины. Поэтому я и получаю иногда письма и пакеты из города Теней. Меня не интересуют убийцы и трусы. Либо говори то, что хотел, либо уходи. Ты испытываешь мое терпение. Печать с тремя ножами. Похоже на герб лорда Крукса. Он знатный торговец из города Теней. Он богат, но не имеет понятия о чести. Лучше поторопись. Мне не нравится оборот, который принимает наш разговор. Тебе еще меньше понравится то, чем он закончится. Это посыл ко мне? Из города Теней? Бьюсь об заклад, что тебе чертовски интересно узнать, что внутри. Открывай. Я не доверяю посылкам из города Теней. Ммм... Ну... Ладно. Впрочем, лучше бы я этого не делал. Гильдия, отец. За тобой идет гильдия. Твоя помощь принцу клана крови не осталась незамеченной. Кран! Сын мой! Почему? Что это за магия? Хозяин приказал навсегда заставить тебя молчать предать. Нет! Нет! Помоги мне! Отправляйся в город Теней! Найди гильдию! Отомсти за моего сына! Отомсти за меня! Так. Сейчас бы надо сохраниться. Строго говоря, надо было сохраниться до этого. Но я вот как-то... Я, кстати, как видите, подчистил сохранение. Ну, вернее, просто тупо их перезаписал текущим. Вот. К тому, как там они довольно хитрые и просто так удалить их не получается. Ооо, неприятный парень. Вот этот вот скорпион, фактически, из Mortal Kombat'а. На самом деле его зовут Тень. У него короткий меч. И он очень неприятен. Поэтому действовать мы, наверное, будем с ним как? Можно попробовать, конечно, более-менее такой честный бой, что ли. Давайте, наверное, попробуем. Магический щит на себя кстанем. И начнем с ним драться. О, неплохо, неплохо. Не каждый удар, кстати, проходит. Ну, вот так. Собственно говоря, почему я так к нему с опасением отношусь? Дело в том, что, когда я проходил игру самый-самый первый раз, я довольно сильно от него огреб. Я сюда заявился фактически голый в самом начале. Ну, вы видели, когда я, в общем-то, брал эту посылку, у нас не было ничего из нормального оружия, ничего из нормальных доспехов. Ну, и уровень был довольно низкий. И я сразу, короче говоря, сюда ломанулся. Ну, и, соответственно, отхватил от него. Его я не пробивал. Зато он меня прекрасно резал этим. Мечом коротким. Вот. Что еще? А, ну и альтернативная тактика. Если уж вас сюда каким-то образом занесло, а нормального оружия нету, то это вот водить его вокруг этого столика и стрелять из лука. Отнимать там будет совсем по чуть-чуть. Но, по крайней мере, так есть шанс. Забить его довольно рано. Но сейчас все нормально прошло. Поэтому это так. На всякий случай. Так, у него есть книжка из города теней. Вернее, из храма. Из храма в Ревенскаре. И книга эта волшебная. Ну, вернее, это книга магии. Просто-напросто. Одна из наших. Много у него тут всяких штук. Он действительно собирал разные древности. Вот. Но в конце древности забрали его. Это вот те самые тени, которые похожи на скорпиона. А Ралов мы уже встречали. Вернее, Рала. Так, арбалетный болт. Вот жаль, он, кстати, арбалет с собой утянул. Не выпал он из него, когда его забирали. Вот так бы мы обзавелись довольно неплохим стрелковым оружием. Хотя, в общем-то, скоро мы и так получим их. Да, вот тут могло бы, кстати, что-то и лежать хорошее. Но ничего нет. Так, кружечка Эля. Там он, я вижу. Тут тоже посмотрим. Лопатка там у него. Так, и потом в подвальчик. Но уже после пойдем через пещеры обратно. Кстати, хороший компас. Два других можно будет смело продать. Собственно, в чем отличие по компасам? Это в том, что вот видно, он сейчас застрял. Его периодически нужно вот так вот пощелкивать, чтобы он показывал нормальное направление. Ну, а более высокого качества компаса, они, как правило, не застревают. Так. По-моему, так как-то. Ну, фактически он не сильно-то нужен. Единственное, что в игре все-таки нет карты. Кроме как вот карта Мадригала. Ну, и поэтому, если вам говорят, если вы играете, например, в первый раз, и вам говорят, там, идите на север, то действительно приходится пользоваться компасом. Ну, а... Если проходите уже не в первый раз, то, естественно, этого не надо. Так, вроде как все я тут собрал. Еще вот тут. Так. Угу. Что-то есть тут, что можно обыскать. Но в основном пусто. В плохом состоянии находится домик. Дырки вон тут в ковре протерты. Довольно много комнат, кстати говоря. Ну, теперь это все никому не нужно. Так, и идем вниз за книжечкой. Там, по-моему, еще что-то должно было быть. Так, ключ он нам дал от подвала. Ну, кстати говоря, теперь у нас есть задание. Разыскать вот гильдию. И отомстить. Так, тут, по-моему, стрелы должны быть. А, нет, арбалетный болт. Да. В этой игре надо внимательно все осматривать. Потому как можно что-то важное пропустить довольно легко. Просто-напросто она будет лежать в каком-нибудь таком с виду неприметном ящичке. Вот, в конце концов. Выяснится, что это было очень нужное что-то. Ну, и книга магии. Новая. Собственно, пока что мы их просто коллекционируем. Открыть мы их сможем несколько позже. Все остальные книги магии, кроме той, которую нам дядя подарил, открываются в одном месте. Поэтому то, что вот он там говорил нам, что надо найти нужное место, чтобы открыть каждую книгу. У нас такое место будет одно. Вот, видите, прошел мимо и свиток пропустил. Так, ну, вроде как все. Самое главное, по шкафам я там прошарился. Сейчас еще разок проверю на всякий случай. И все. Да, вот эти вот четыре шкафа. Ну, и все. Да, давайте теперь посмотрим, что у нас есть. Бутылочка Тардалинского. Здорово. Всегда неплохо. Так, компас нормальный. Угу, цветлячок. Хорошая штука. Пригодится. Так, это что? Страница Дневника Тамарана. Это потом, наверное, я зачитаю. Ага, Свитки Демонов, часть вторая. Тоже хорошо. Где у меня, кстати, все эти книги? Вот они. Это что? Четвертая книга истории, кстати. А, вот, да. Круто. Круто, круто. Собственно говоря, стимул пойти сюда немного раньше это вот взять эту броню. Потому что, как правило, с них, с теней, я имею в виду, падает именно броня. Вот. Но нам сейчас это уже не нужно. Лопата идет сюда. Так, это у нас тут слиток этот. Пусть будет здесь. Броню я, кажется... Да, броню я вот тут храню. Так, давайте тогда вот так поменяем местами. Так, и книга магии. Угу. Ну и все. Так, стоп. Еще свитки вот эти вот сюда. А это что? Страна. Ну да, страница точно. Кружку сюда. Ну вот, кстати, меч. Довольно-таки неплохая штука. Короткий меч. Против разбойников так особенно. Так... Это сюда отправляется. Компас у нас, кажется, тоже здесь. Да, надо будет продать эти, не забыть. Ну и, в общем-то, вот у нас кольцо. С печатью гильдии убийц. Собственно, можно его даже и напялить. Никто нам ничего плохого не скажет. Впрочем, как и хорошего. Так. Теперь возвращаемся через пещеры. Что будет куда как опаснее. Давай, давай, выходи уже. Так. Пещеры, пещеры. Теперь надо бы вспомнить еще, с какой они стороны. По-моему, где-то тут должны быть. Хотя, вроде бы как... ...то бегал. Но теперь будем в притирочку идти. К краю карты. Вернее, все-таки бежать, конечно же. Не идти. Так. Что нас ждет, собственно говоря, в пещерах? В пещерах нас ждут пауки. В некотором количестве. Как минимум, два точно будет. Здесь. Вот. Скелеты. Тоже. Ну, вот я, кстати, не помню. Там, по-моему, скелеты не такие дикие, как в Ревенскаре. Послабее немного. У нас сейчас есть булава. Так что с ними мы должны справиться. Да, вот. Вот. Что еще? Ну, и, собственно говоря, тут сохранимся. Поскольку я паукам очень сильно не доверяю. Особенно, если там сразу два набежит. Так, где у меня там низкий удар? Удар снизу. Вот он. Давайте, кстати, вообще комбо запишем. Специально для пауков. На булаву. Ну, вот так вот. И вот так вот. И назовем что-нибудь типа... Spiders. Ну, вот так. Вот. Я не помню точно, но, по-моему, сейчас, как мы сразу зайдем, так сразу паука будет. Выйдем мы в более-менее таких цивилизованных шахтах. Ну, они там любят тусовать. Да. Вот это. Неприятное, жутковатое место. Ну, кстати говоря, наша комбо неплохо подействует и на скелета. О, кстати. Кстати, кстати. Хорошо, что я проверил. А то вообще слоханулся. Это ж не то. Нужен удар по ногам. Я не то поставил. Вот. Так, ну эту фигню я собирать уже не буду, понятное дело. То есть, булавы я брать не буду. Мерзкие звуки. И грибочек. Грибочек не мерзкий. Грибочек хороший. Так, тут у нас еще один скелет. Замануха в виде кожаных сапог. Так, по поводу вот этой вот штуки. Это гнездо ос. Поэтому подходить к нему очень не рекомендуется. Либо это нужно делать очень быстро. То есть, схватил, тут же убежал. Потому как они начинают вылетать и фактически ваншотят. Ну там, представьте. Целая туча их вылетает. По чуть-чуть, по чуть-чуть. И вам приходит конец. Вот. Вот. Текс. Интересует нас тут только... Ага, вон он. Вон он, скотина. Ползет. Он тут не один, естественно. Абсолютно бесшумен, как я уже говорил. Как их обнаруживать, вообще говоря, пауков? Довольно неплохая есть тактика. Дело в том, что переключаться между врагами можно на стрелке. Вот. И, собственно говоря, прожимаете эту стрелку вверх, например. Вот я сейчас прожимаю. И просто-напросто первый враг, он автоматически будет у вас выбираться. Сейчас паук очередной. Но мы к нему готовы. Гадость какая, да? Так, скелетик тут у нас еще один. И еще один паук должен лазить. Это, кстати, по-моему, мы сейчас идем как раз... Нет. Неправильно я сказал. Сюда мы пойдем потом. Вначале мы... Немножечко вернемся назад. Совсем чуть-чуть. Так, вот тут я немного бы все-таки поаккуратнее был бы. И надо нам сохраниться по новой. Потому как я точно не помню, как действует это вот осиное гнездо. То есть либо оно там вблизи, либо оно, как бы это сказать, выстреливает, в общем-то. Через какое-то время. Вот. Поэтому... Лучше тут быть аккуратным. Угу. Ну, по чуть-чуть, по чуть-чуть, но они отжирают у нас здоровица. Поэтому все-таки рекомендуется восстанавливать его. Не рассчитывать на то, что повезет. Пауки и твари неприятные. Бьют больно. Часто. Что самое главное. Не столько больно, сколько часто. Так, один должен быть еще тут где-то. При входе, я точно помню, лазил он. Или нет. Да нет, должен же быть. А может и двоих всего. Ну и вот вы, в общем-то, вышли возле домика нашего дяди. Так. Тут я серию закончу. Собственно говоря, все, что я хотел, я сделал. В этой серии. Потом мы пойдем опять в эти пещеры. Там есть интересующая нас вещь. Так. Сперва я, наверное, все-таки с вещами там разберусь. Продам кое-что ненужное. Вот. Чтобы перегруза неожиданно не случилось. Ну а пока всем спасибо за внимание. И до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok